Здравствуйте, друзья. У нас сегодня Марина и Даша, гости нашего канала. Можешь сказать, что вы все блогеры или у нас только Марина блогер? Марина блогер, зато они обе стартаперы. Я правильно говорю? Да. Так, у вас компания как-то называется? Компания Lingua Trip. Lingua Trip. Прям как путешествие? Да, как языковое путешествие. LinguaTrip.com? Да. Хорошо. Значит, компания зарегистрирована где? Delaware, США. Так, то есть вы культурненькая, как положено. Подождите, но вы все-таки из Питера? Да, мы из Питера. Да, мы приехали из Питера в апреле, мы попали в акселератор 500 стартапов, которые в нас инвестировали денег и, соответственно, помогают нам развиваться в Америке. И первый этап наш был – это регистрация компании в США. Инвестирование в вас с точки зрения инкубатора или акселератора состоит в том, что вам просто место дали какое-то, и вы не платите за это денег, или они какой-то кошелек какой дают и говорят… Они дали денег, дали место и сказали – работайте. А денег дали на что? А им все равно, на что мы их потратим. Они, ну, как бы… Друзья! Они не контролируют это. Им главное, чтобы мы росли, как компания, но они не контролируют, на что мы тратим деньги. То есть они их дали – вперед. Я хочу спросить, а вот те, кто вам дали денег, место и все такое, они в какой-то доле находятся? У них доля в компании, да. Ваши? Да. Ну, приличная доля или так чуть-чуть? Чуть-чуть. Ну, хорошо. Ладно. То есть вы инкорпорировались в «Делавэ»? Да. Это хорошо. Для будущих инвесторов это хорошо. Да-да-да. Теперь, вы ищете будущих инвесторов? Да. Ну, народ хочет вас инвестировать? Да. Так. Слушайте, обе холостые. Да? Но не свободные, или? Не свободные. Не свободные. А вы? Ну, скорее свободные. Но это уже… Не по теме. Вот. Короче, в комментариях. Не, вы не скажите – не по теме. Тут деньги вам дают. Основное время. Девчонки симпатичные. Дело даже не в том, что деньги дают. А это как бы успешное получается. Потому что деньги ж тоже не каждому дадут. Это ж… Не то, что там на дороге нашел. Из тысячи компаний 30 выбрали. Вот в этот набор. Это какой-то конкурс? Да, это конкурс. То есть им постоянно подают заявки много-много компаний со всего мира. Да. Они выбирают на каждый набор по 30 компаний. Вот. А у нас вообще получилась такая ситуация, что мы просто познакомились в Петербурге случайно с предпринимателем, который был связан с этим акселератором. Он нас порекомендовал. Американец. Американец, да. И нас взяли, причем достаточно быстро. По блату. Ну да. Получилось, что так. Они уже даже закрыли набор. У нас было интервью. И нас буквально там позвали. Мы за две недели упаковали чемоданы. Вне конкурса взяли. Так подождите. А визы вам легко дали? У нас были туристические визы. Мы были один на три года. А, ну шикарно. Ну шикарно. Так вы в апреле сюда приехали. Зарегистрировали компанию. Сидите в инкубаторе. Значит, Даша просто погостит или? Даша погостит на две недели. Даша сидит в Петербурге и разбирается. Даша, вот скажите им всем, кто нас смотрит. Что вообще за компания? Что вы делаете? Мы занимаемся образованием за рубежом. То есть, ну в основном это языковые курсы. То есть, мы отправляем людей, чтобы они учили английский язык. Ну в основном, то есть, это английский язык 90% наших клиентов. Но плюс испанский, французский. В общем-то, все, что вы хотите, можно выучить. Наш проект заключается в том, что все языковые курсы, то есть все, начиная с курс, проживание, трансфер, вообще все вы можете сделать онлайн. То есть, вы заходите на наш сайт lingvatrip.com, у вас открывается, вы выбираете страну, выбираете время, выбираете курс и, собственно, бронируете онлайн. И огромный плюс это то, что обычно все это раньше делалось в оффлайновых агентствах, которые накручивали там бешеные проценты за свою работу. У нас вы это все делаете без процентов. То есть, вы платите столько же, как вы бы сами, например, все это искали. Но здесь мы вам помогаем. То есть, вы на самом деле являетесь, то что называется, холлсейлером. То есть, поэтому вас компенсировать должны с той стороны. Да, да, да. Хорошо. То есть, это очень здорово. Но я вот предчувствую, что ребята говорят, я бы с удовольствием поехал куда-то. А если мне... Вот я сейчас пойду на ваш сайт, зарегистрируюсь, скажу, вот хочу такую-то школу на такой-то срок с проживанием в семье. Они вам там сделают тотал, там 854 доллара, там 62 цента. И... А дальше мне визу не дадут. Ну, с визами, на самом деле, ну, во-первых, самое первое, что хочу сказать, так мы этим занимаемся уже достаточно давно. Все вопросы по визам нам уже изучены досконально. То есть, если мы видим, что у вас какая-то нехорошая ситуация, то мы вам скажем, собственно, как из этой ситуации выйти, как выгодить пакет документов, что сказать на интервью. То есть, на самом деле, шанс на получение визы с нами нельзя сказать, что будет 100%. Никто не может дать 100%, но они и максимальные. Плюс все школы знают, что, да, возможно, отказ в визе. И у каждой школы в их Trends and Conditions прописано о том, что чаще всего они возвращают 100% за обучение. Иногда они там могут удержать какие-то 100 долларов виз, но так вы практически ничего не теряете в случае отказа. Ну, кроме конкурса, спорно. Я вот это самое, как-то начал задумываться. Вы сначала сказали, что у вас все онлайн. Вот я пришел, все заказал. А потом вы сказали, что если вы увидели, что что-то не так, то вы что-то начали... Ну, смотрите, мы же общаемся с клиентом. У нас, во-первых, есть наша горячая линия, куда можно позвонить. Есть скайп, можно даже по скайпу пообщаться. И вы, может, посылаете нам свои документы, мы их смотрим, если мы видим, что, например, там, не знаю, зарплаты не очень хорошие, или что там лучше предоставить больше денег на счету. Мы все это посмотрим, вам отпишемся, отзвонимся и скажем, что, ребят, предоставьте-ка лучше другую справку. И, собственно, все это так и будет делаться онлайн. То есть вам никуда приезжать не нужно, вы сидите дома у компьютера. Да, я просто разделю клиентов. То есть у нас есть клиенты, которые просто бронируют курс и говорят, все, до свидания, я сам. Дальше сам. Есть клиенты, которым нужна помощь, они, соответственно, доплачивают за наши услуги визовые, если им нужна вот эта консультация. И тогда мы их просто берем и вот пошагово просто по каждому документу за ручку ввезем до этой визы, пока они клеят визу в паспорт. Я понял. То есть вы где-то онлайновые, а где-то не онлайновые. Да, то есть если нужна помощь оффлайн, мы рады ее предоставить. Но так как мы работаем со всеми странами, со всеми там языками и так далее, некоторым странам вообще не нужны визы никуда, то, соответственно, мы не нужны в качестве оффлайна. А у кого-то, может быть, есть там турвиз на три года, вот как у Даши? Да, 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 конечно, тогда вообще отлично. Хорошо. А вы сами-то не хотели поехать по институтам? Ну, я на самом деле сама училась. Уже объездите? Да, когда я училась еще в университете, я учила испанский и, собственно, сама также ездила по школам. Поэтому, собственно, я... В Питере? Нет, ну я из Питера, соответственно, поехала в Испанию, да, учить язык. Соответственно, именно поэтому еще я так болею за это дело, потому что на своей шкуре, можно сказать, убедилась, как, не знаю, буквально за неделю проживания в стране, можно подсунуть свой язык в таких... Что, действительно? Да, да, ну потому что, как я говорю, кушать захочется очень. Нет, подождите, но вы образование в Филову? Да. А, то есть мы на самом деле и так знали, вам надо было полирнуть. Ну и полирнуть, и плюс я вот когда испанский учила, я учила его после года в университете, то есть там это было такое пык-мык, а вот тут приехал, и как-то все так пошло сразу же. А вот по Калифорнии, когда ходишь, вот нет ощущения, что где-то, может быть, ты где-то в Испании? У меня есть ощущение, что у меня была идея, что можно, например, приехать в Калифорнию, в испанскую семью, учить английский в школу, и так прямо даже два языка. Ну, на самом деле, в начале, в начале я даже удивлялась, потому что не понимала, как так вот даже вот мы с Мариной... Все на испанском. Да, мы с Мариной ехали в машине, я слышу, что по радио Виктор говорит на испанском, как-то странно, но интересно. Да, да. Так, ну хорошо. А вот с точки зрения развития дальнейшего, то есть у вас уже было сколько-то людей, которые через Баскаду завершили процесс. Ну, а дальше что? Вы будете на разных языках, вы будете... Да, у нас сейчас... То есть сейчас мы, у нас, ну, большинство клиентов из русскоговорящих стран, потому что мы сами оттуда, да, начинали там. Сейчас у нас уже появляются клиенты из Испании, из Франции, то есть со всего мира, да, потому что... Но уже не русскоговорящие. Уже не русскоговорящие, уже те, кто нам не звонит вообще, кто делает всё онлайн... А откуда они знают, что вы есть на свете? Уже работает Google, да, потому что мы по некоторым школам, мы уже в топе. То есть если, например, название школы или там изучать английский там в США, грубо говоря, мы уже появляемся в топе, потому что мы локализованы на английском, русском, испанском. Сейчас мы начинаем, ну, другие языки, да, для других людей работать. То есть вы в состоянии, вот, даже будучи относительно новым веб-сайтом, да, подняться достаточно высоко в поиске? У нас ещё, ну, вот, плюс такой большой был, что мы купили вот этот lingua3.com домен, он раньше принадлежал испанской школе, но потом они, видимо, изменили название, и у него очень хорошая история. Я понял. Я понял. Он вас вытаскивает наверх. Да. Ну, хорошо. Теперь я хочу понять, с точки зрения, вот, например, конкуренции. Вы уже с кем-то конкурируете или конкуренция может возникнуть, когда люди увидят, что вы это делаете? Вот, как вы себя позиционируете на рынке? Вот есть кто-то, кроме вас, вот, с кем бы вы толкались, там, как-то пихались? Мы толкаемся, да, с оффлайновыми агентствами. То есть почему вообще индустрия, это уже с того момента, как она появилась, она оперирует оффлайн, как travel-индустрия 20 лет назад. То есть мы приходили, там, подписывали договоры, там, получали эти ваучеры бумажные. Некоторые так ещё до сих пор делают, да? Угу. И в образовании за рубежом это вот прямо сейчас так и есть. В каждом городе есть агентство. Да. И все там переплачивают, ну, это где-то там от 300 до 500 долларов агентские услуги, и агенты там всё это благополучно на бумажках делают. Ну, всё-таки там же не только ты переплачиваешь, ты всё-таки какой-то сервис получаешь, они могут тебе посоветовать что-то. Да. Мы же тоже сейчас советуем, правда, мы советуем онлайн, но всё то же самое происходит. Всё то же самое, только вы понимаете, когда в агентство идёте, у них там есть 10 школ, с которыми они привыкли работать, и вот они вам из 10 школ предлагают. У нас на сайте очень много уже аккредитованных школ, там больше 300, например, если смотреть про английский язык, они все с отзывами реальных студентов, с историями, с фотографиями реальных студентов, то есть мы переносим вот это всё, весь экспириенс, да, переносим онлайн. У вас гораздо больше круг тех школ, которые вы предлагаете. Да. А вы их как-то лично знаете, эти школы, или вот как вы, вот говорите, вот школа, она у нас в списке, что предшествует этому? Ну, мы вообще начали тоже как оффлайн-агентство в 2011, то есть мы уже 4 года в этой сфере. Это хорошо. Очень многие школы мы знаем лично, то есть потому что начинали как оффлайн, опять же, да, общались с директорами, мы постоянно ездим по конференциям, то есть на нашу платформу попадают только аккредитованные школы, чтобы у вас не было проблем с визой, чтобы вы были уверены на 100%, что там качественные преподаватели будут аккредитованы, да, а не просто там с улицы кто-то пришел рассказывать вам. Вот через эти конференции, плюс мы постоянно требуем отзывы от наших студентов, которые уже куда-то ездят, они рассказывают, действительно ли все так. А вы их на видео снимаете? Студентов? Да. У нас на самом деле, да, сейчас... Блоги у себя покажете? У нас блогер очень известная ездила, сейчас Ирина Маша Троцкой ездила, Саша Маркина, но они такие популярные блогеры среди молодежи. Хорошо. Они едут в школы и прямо снимают, рассказывают, как все это происходит. Я хочу понять, а что принципиально вам мешает, например, расширить это до состояния, ну, за пределы иностранных языков, но почему они не могут поехать изучать там, не знаю, компьютер сайенс какой-нибудь, или там, я не знаю что, литературу? Ну, мы, на самом деле, следующий шаг будет, когда мы будем забронировать vocational courses, ну, то есть вот эти, которые до 6 месяцев, потому что все-таки, если вы бронируете бакалавриат, магистратуру, не хочется это делать онлайн. Ну, понятно, что никто этого не забронирует, там, в пару кликов. Это то, что, когда действительно нужно... Ну, это другой рынок совсем. Да, когда нужно прийти пообщаться. Вот. Но еще дело в том, что language, вот этот маркет, он очень большой, он 24 миллиарда, поэтому мы сейчас... В деньгах. Да, в год. Поэтому мы сейчас на нем сконцентрированы. А вот с точки зрения человека, вот живет человек, вот вы питерские, живет человек в Питере, там, допустим, не знаю, Маша Иванова, там, бухгалтер, в Роснефть. И вот Маша Иванова думает, не махнуть ли мне на три недели, там, в Америку? Или что? Откуда... Почему вдруг Маша Иванова захотела на три недели куда-то ехать? Что три недели изменит бы ее жизнь? И что, грубо говоря, что она с этого будет иметь, кроме того ощущения, что она лучше говорит по-английски? Ну, у нас многие, на самом деле, едут, потому что они хотят вот какие-то перемены в жизни, да, потому что вот эта поездка, это не только вы идете учить язык, это у вас совершенно новые друзья, да, со всего мира, это другая атмосфера, вы окунаетесь опять в эту студенческую атмосферу, где студенты такие же люди, как вы, которые там профессионалы и так далее. А для некоторых важен сертификат, который получается в конце курса, да, чтобы положить в резюме, да, например, что у вас уровень английского. То есть это влияет на резюме? Это влияет, да. То есть для поиска работы это хорошо? Да. Это, да, это называется языковая стажировка. Хорошо, хорошо. А я по... Есть еще один момент, для работы, то есть нет, но также еще визы делаем. Вот, все на постах мы умеем это делать и, собственно, предлагаем. И, на самом деле, если сейчас даже зайти на сайт туристических операторов, обычная поездка, наверное, в Великобританию, просто поездка, станет вам дороже, чем поездка с курсом, потому что даже сейчас иногда приходила вот девушка делать британскую визу, принесла там бронь отеля, все, и я смотрю ее бронь отель и говорю, вы не хотите язык поучить, вам еще дешевле выйдет проживание плюс язык плюс виза, чем вы просто так поедете. Она говорит, ну почему бы и нет. То есть даже если так сесть посчитать, то это выходит дешевле. То есть школы языковые договариваются на месте с людьми, которые берут на проживание студентов, да? Угу. Поэтому получается, что проживание вот таким образом дешевле, чем, скажем, в обычном отеле. Да, гораздо. Вы знаете, еще я подумал, если там девчонки, мальчики тоже, кстати, а больше девочки, да? Больше девочки. Мальчики, значит, имейте в виду, там вариант интересный. Значит, если кто, знаете, огорчение какое-то в личной жизни получил, или там развод, не дай бог, там, поезжайте вот так на пару-тройку недель, заодно язык подучите, и с людьми поздно. Кого нового найдете? Не, не, не в том смысле. Просто, знаете, как-то сменить обстановку. А если уже заодно, кого нового, это уже отдельно, это дополнительный бенефит. На самом деле, такие знакомства завязывают, потому что у нас вот девочка ездила в хост-фэмили, принимающую семью учить английский, и пришла к нам через полгода, и сказала, что я еду в ту же самую хост-семью, просто так пожить теперь. Мне нужна виза. Бывает, бывает. То есть, очень много всяких хороших знакомств, полезных, начинается именно с таких языковых поездок. Ну, что же, вообще мир меняется. Я так просто думаю о том, что вы делаете, и у меня в сознании это как бы часть каких-то фундаментальных изменений, таких структурных, которые происходят в жизни людей в связи с интернетом, и, я бы сказал, облегчением каких-то вот визовых ситуаций. Вот, вы знаете, какой коуч-серфинг, да? Да. Когда люди вот там, можно сказать, знакомятся там, можно сказать, через койку, но неправильно. Ну, путем… Это другой стартап. Да, 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 это, да, проживание там. Да. У нас тут девушка была, кстати, я недавно вот интервьюровала, она вот так вот, коуч-коуч, так и замуж и вышла. Да? Да. Так досерфалась, можно сказать. И блогер, хорошая девушка. Да. что я хочу сказать, что мы вышли за рамки там, скажем, отелей, да, вот, я не знаю там, мы вышли за рамки такси, да, можно там, просто человек тебя взял, подвез. Потому что ты на интернете договорился там, как он там называется? Убер. На Убер, да, а где-то ты там… На Которую Шевер, да. Да, да, а в другом месте ты там, значит, квартирку снял. Вот мы так в Голландию ехали, в Амстердаме, Airbnb, сняли квартирку, и в Киеве точно так же мы сняли квартирку на Крещатике, вот прямо, прямо перед тем, как вот, на Майдане, но до того. Вот, да, значит, нам теперь говорят, не едьте туда, не едьте сюда, а то будет как-то, да, туда поедете, там что-нибудь случится. Да, у нас знакомая, я расскажу так, ехала в Минск, а их компания там аутсорсинг имеет, и там нужно было какую-то координацию произвести, и она ехала с начальником американцем, и в Минске, на границе, там, в аэропорту, ей говорят, цель поездки, а она говорит, митинги будем организовывать. Сказала, сказала она, вот как мы тут говорим, значит, да, надо сказать, что ее поняли, но долго возмущались, махали руками, митинги она тут будет нам организовать, там, сказала бы, совещание проводить буду, там, вот, она из лучших чувств, так что, ну что же, друзья, вот так поедете на три недельки, и разучитесь по-русски, а бывает так, вот отправишь кого-нибудь на три недели, а он потом по-русски хуже говорит. У меня такое было, ну то есть, с моими языковыми путешествиями именно такое было, то есть, именно просто, там суть в том, что когда едете в такое путешествие, нужно отключить там, телефон, да, и так далее, с русскими связь оборвать, жить в принимающей семье, ходить в школу, не говорить по-русски, и вот уже ко второй неделе, на самом деле, ну для меня вот такой вот переход на новый уровень языка, это когда начинают сниться сны на английском. Или когда думать начинаешь. Когда думать начинаешь, да. И когда приезжаешь в Россию обратно, во-первых, ну у меня было то, что я всем улыбаюсь, всем говорю thank you, I'm sorry и так далее, и на меня вот так вот все смотришь камерным лицом, типа чё? Чё улыбести? Да. В аэропорту уже начинаешь. Да, уже начинаешь с паспортного контроля, будешь паспорт, пам. Да. а ведь как, значит, погружение такое. Да, полное погружение, да, ну вот изолируешься от всего, от этого, и на самом деле да. Первый раз я попал на интервью, ну много-много лет назад, вот только-только мы приехали, я был там часа два на этом интервью, ну может быть полчаса нужно было там на машине доехать до места, и вот полчаса я возвращался, пришел домой, и, наверное, часа два-три после этого все, Света меня что-нибудь спрашивает, жена, а я ей по-английски. Угу. То есть не мог отойти после этого интервью, то есть, конечно. Да. Когда мозги туда щелк. Да. И в семье хорошо пожить, и люди, которые там по-русски не понимают, это большое удобство. Да, это очень хорошо. Ну что ж, девочки, я на самом деле с интересом наблюдаю, и очень вам желаю успехов, потому что если вы будете успешными, то это будет как бы вклад в то, что всем, ну не всем, но очень многим другим людям станет легче жить. Потому что некоторые думают, что можно быть успешным так, чтобы вот у всех поотнимать, то есть никому не дать, то по себе взять. И это как-то вот эта мысль их греет. На самом деле, если ты хочешь что-то такое получить, то как бы… Надо отдавать, да. Так, чем больше так вот разбросал там по планете. Ну что ж, дело хорошее. А есть что-то, что вас, например, беспокоит? Какие-то есть у вас беспокойства? Нас беспокоит курс рубля сейчас. Да. Потому что все, ну то есть, потому что у нас все в долларах, да, для наших основных клиентов, да, которые из России, им становится все дороже и дороже. Я понял, я понял. А я вот как блогер понес убытки от курса рубля. Вот если бы курс рубля был как год назад, я бы сейчас на канале «Голос силиконовой долины» получал бы тысячу долларов в месяц. А так только половину. А он в рубля, да? Ну, там у нас зрители же оттуда. Они на рубли, на гривны. То есть вот та реклама, которую они там накликивают, значит, она потом переводится в доллары по курсу. Так что, друзья, американские блогеры, вот они пострадали на этом деле. Но никто не жалуется. Никто не жалуется. Мы привыкли страдать, друзья. Зато в Россию ездят дешевле. Это кто ездит? Кто ездит, да. А у меня вот и визы нет. Ну, это уже следующий вопрос. Хорошо, ребят, я хотел вам показать интересный стартап, интересного блогера, потому что Марина ведет блог. Давайте, может быть, пару слов. Вы как давно блог ведете? Я начала зимой этой, на самом деле. Просто я еще поступала в университет американский, и я начала вообще с этого. Мне просто хотелось ребятам рассказать, как сдавать все вот эти экзамены для, ну, все TOEFL, да, для поступления. Я стала просто снимать блог, а потом это переросло. Ну, рассказали? Да, все рассказала. Мне все подробно рассказано на канале, как я поступала, куда. А сколько у вас всего там сейчас видео? 17. А, то есть вы так содержательно рассказываете. Так, не спеша. Нет, я сейчас наращиваю темпы, то есть у меня сейчас будет больше видео. Просто, ну, я говорю, когда компанией занимаешься, там, в Америку приезжали, то есть очень много всего случилось. У меня сейчас в телефоне заполнена память, то, что я всего наснимала, и я сейчас буду выкладывать. Может вам камеру подарить? Хотите камеру? Давайте камеру. Подарим вам камеру. Хорошо. Отлично. Ладно. Значит, только вы тогда снимаете почаще. Да, я буду снимать все. Я уже все снимаю, снимаю, надо... Хорошо. Ладно, значит, и... Вы знаете, тут девочки, они снимают на такую удочку, на такую... На удочку. Да, вот у них там такая удочка, вот они с ней ходят. Селфи-палка удочка называют. Как? Селфи-палка. Селфи-стик. А, селфи-палка, я думаю, вот так она сказала. Стык, окей. Вот с этим селфи-стыком, и я думаю, надо же... Я еще хочу сказать, что Марина как-то меня сконтактировала в фейсбуке, да? Да. В фейсбуке, говорит, давайте, мол, там встретимся, поговорим. До того, как это произошло, у меня было двое из наших зрителей, которые написали, когда я спрашивал там, советуете с кем из блогеров там сделать интервью, разговор какой-то, значит, у нас было больше, чем один человек, который на вас показали. Серьезно? Да, я даже фамилию вашу знаю. Ух ты! Спасибо! Спасибо! Вот, с тех пор. И... Ну, фамилия у меня вспоминающаяся. Не забывайте. Да. Ну, не суть. Ну, не суть. В общем, давайте мы с вами только, знаете, что договоримся. Вы под видео, под этим, которое я повешу, вы там отметьтесь. То есть, вы скажете, это вот я там и туда-сюда, чтобы они могли вас контактировать. Потому что, особенно, хотелось сказать, особенно, которые вообще девчонками интересуются. Но я... Ну, и помимо них. Стартапами. Стартапами. Обучением за рубежом. Вот. 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 Это самое, да. А то у меня, знаете, я тут девочку одну показал, очень симпатичную, хорошую татарскую девочку. И мне мальчик написал из Торонто. Да. Я его понимаю, потому что это совершенно, конечно, взрыв мозга. Так он ее увидел и все. И... Ну, я их как-то так свел там и с разрешения. Значит, и тут я ей говорю на днях, ну как вот. Она говорит, я так занята. Говорит. Я думаю, вот они. Понимаешь? Никакого, можно сказать, нет сострадания. Да. Ну, ничего. Значит, ребят. Задавайте вопросы. Так. Двигайтесь на канал к Марине. Я ссылочку дам. Так, чтобы было проще. И я думаю, что на самом деле вы своими вопросами в значительной степени определите, вот какой из многочисленных потенциалов Марины разрядиться вот на этот канал. Потому что она сейчас делает что-то. Но это просто потому, что вы еще не подошли там и не сказали вот, а вот это, а вот это, а вот это. Потому что у нее много чего есть. Она и про балет может. И про балет. Вот, любители балета, значит, а вы с детства? С восьми лет, да. А, не то, что с трех там надо? Не, я с восьми начала. Я начала в театре в мюзик-холе у нас в Петербурге и потом потихонечку. Но вы выступали? Да, я выступала на большей сцене. А вы что? А правда, что она так наклонная? Нет. У нас прямо... Сцена вот такая наклонная. И они так крутятся, крутятся? Не, я не знаю. У нас в мюзик-холе как бы не специализируется на балете. В основном и танцы и так далее. Но потом я просто после мюзик-хола как раз углубилась именно в балет. А как же вы в математике вынуждены? А вот в четырнадцать лет мне пришлось бросить так, ну, профессионально, да, заниматься танцами, потому что нужно было готовиться к поступлению и так далее. И уже стала углубляться в математику, в экономику и так далее. И стала поступать в вуз. В общем, друзья, задавайте вопросы. Я такой к этому, значит, но я думаю, что и Даша и многие захотят вопросы какие-то задать. Да, Даша будет отвечать просто. Значит, Даша работает в питерском офисе. Да, поэтому по российскому времени можете всегда со мной связываться. Да, тогда вы тоже что-нибудь им там напишите. А если вот я пришел на сайт вашей компании и там написано контакт АС или что-то, да? На самом деле там есть окошечко всплывающее внизу, уже на сайт. Туда можно всегда написать свое сообщение, ну и, конечно, лучше контактные данные оставить. Либо есть наша горячая линия 8800, которая для России бесплатная, по ней тоже можно позвонить. Мы всегда берем с девяти утра до девяти вечера, да, Даша? Так это вы лично там? Ну, иногда я, иногда моя коллега там. Ну, обычно я. Ну, хорошо. Значит, ребят, я думаю, что мы на сегодня так представление закончили. И давайте мы сейчас всем помашем так рукой и скажем пока. Пока-пока. Да, друзья, мы прощаемся с блогерами, стартаперами, работниками Домомоделей Питерского. Они уезжают на автомобиле, который не только внешне, но и в сущности своей является полицейской машиной. Девчонки приобрели это хозяйство по случаю и очень довольны. Я правильно говорю? Очень довольны. Очень довольны. Значит, от них на дороге все шарахаются. Вот. И, можно сказать, ведут себя вежливо. Никто не подрезает. Мы дарим радость, если мы будем на дороге. Вот. И фотографируются. Хорошо. Все. Ладно. Счастливо, девочки. Счастливо. Пока. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова